Братья и сестры, особенно семейные пары, иногда изъясняются друг к другу и требуют объяснения, доказательства твоей любви. Замечают, что-то не так. Они хотят. Любишь ли ты меня еще? Потому что замечают, что любовь исчезает, как с тем шариком, как на празднике продают. Я люблю тебя. И вдруг шарик вырвался из руки и полетел, 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 и совсем его не стало видно. Вот так любовь исчезает. Среди мужа, жены, среди молодых, среди детей исчезает любовь, и люди требуют объяснения. Ты любишь ли меня? Любишь. И как часто мы говорим это. Знаете, вот иногда внучата наши, иногда папа-мама говорит, ты любишь папу? Покажи, как ты любишь. И они обнимут тебя за шейку крепко-крепко. Вот так любовь их выражается, что они любят. И как хотелось, чтобы эта любовь проявлялась. И поэтому, разошляя об этом, я назвал свою проповедь сегодня доказательство Божьей любви. Знаете, иногда в жизни случаются такие трагические моменты. Когда молодые поехали на ханимун, случилось так, что их лодка перевернулась, а тут появилась акула, и муж, чтобы спасти жену, первым бросился на нее. Жена была спасена, но он погиб. Это жертвенная любовь. Братья и сестры, на Голгофе была жертвенная любовь. Прочитаем вместе с вами, братья и сестры, место, которое записано Кремлинам, 5 глава, 8 стих. Но я прочитаю еще два стиха, потому что они связаны. Но я буду обращать наше внимание на первый стих. Я думаю, что этот стих, он всем вам так известен. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. «Посему, тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, тем более, примирившись, спасаемся с жизнью Его». «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Знаете, читающие Слово Божие понимают, что вот эта книга святая, она наполнена Божьей любовью от начала книги и до конца. Это океан Божьей любви направлен к человеку. Знаете, как Бог обращался к своему народу, когда мы читаем во Второзаконии, 7 глава, 8-9 стихом там написано, «Но потому что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкую, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона царя Египтского. Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Смотрите, какой Бог верен. Он любит, Он объясняет им это, объясняет, Он говорит. И сколько раз вот эта любовь была явлена своему народу, как в другом месте мы читаем, в Иеремии, 31 глава, 3 стихом говорит, «Издали явился мне Господь и сказал любовью вечную, я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». И вот эта вся глава говорится о том, что Бог их возвращает из плена и выведет из этой страны, Он благословит их землю, благословит их дома, благословит их землю опять. Вот эта любовь Божия к своему народу, но как часто Он отворачивался от него. Они говорят, что мы не пойдем по твоим путям, они избирали свои пути. И тогда Бог посылает свое последнее слово. В последнее время Он говорил в сыне, как апостол Павел пишет евреям. В первой главе Он говорил людям в последнее время в сыне. И здесь говорит, что Бог свою любовь доказал тем, что Он послал сына своего. и сына своего возлюбленного, братья и сестры, единственного, родного, любимого. Знаете, это не любимый какой-то сын, а любимого, дорогого, который согласился прийти на эту землю, стать человеком, оставить славу неба. И когда мы читаем, что Он оставил, мы немножко коснемся, что этот сын оставил, чтобы помочь нам, чтобы спасти нас. И знаете, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 13 глава, первый стих написано перед праздником Пасхи. Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире до конца возлюбил их, братья и сестры. Он явил свою любовь на деле. Знаете, сейчас, когда идут вот эти предвыборные кампании, президенты выставляют свои планы, как они, что это будут проявлять, делать, но будет ли ли это осуществлено? Знаете, многие этого не делают. Они говорили только для словца. А Господь Иисус любовь Свою явил на деле, до конца возлюбил нас. Заповедь новую, он говорит Иоанна, 13 глава, 34 стихом, даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, долюбите друг друга, братья и сестры. Какие-то слова. Иисус говорит в 15 главе Евангелия от Иоанна, что, говорит, вы друзья мои, 13 стих, Он говорит, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот это истинная любовь, как этот муж отдал свою жизнь за свою любимую. Иисус отдал свою жизнь для нас, братья и сестры, чтобы нам было хорошо, чтобы мы были спасены. Ефесянам 2 глава, 4 стихом, Бог, богатый милостью по Своей великой любви, Которую возлюбил нас, богатый милостью в Своей любви, Он возлюбил, Он доказал Свою любовь, братья и сестры, на деле. И поэтому, колотянам, там вот именно об этом, что оставил Господь Иисус, чтобы спасти нас. Мы читаем, что Он совершил для нас, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Своего Сына. Он избавил нас от тьмы, от рабства дьявольского, освободил нас, и не только освободил, но вводит Своё царство, а Его царство прекрасно, как мы читаем, о Его, то, что Он приготовил для Своих любящих, Бог доказывает любовь Свою на деле, братья и сестры, в котором, то есть в Иисусе, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Вот цена, цена крови Его. Он пролил Свою кровь, то есть отдал жизнь Свою и прощение грехов. Самое важное для человека иметь, когда он предстанет пред Богом, чтобы грехи Его были покрыты и прощены, как Давид плакал, чтобы, когда он согрешил, омой меня, очисти от моего беззакония. Люди иногда не думают, что перед святым Богом, который отдал самое дорогое Сына Своего, даром дает спасение, чтобы принять. И люди отвергают и хотят предстать перед этим святым Богом со своими грехами. Прощение грехов Бог дал им, отдал свою кровь за них, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, 16 стих мы читаем. Ибо им все создано, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для Него создано. Он есть прежде всего, и им стоит. Вот, братья и сестры, князь Божий оставил всю красоту, то, что было сотворено, сделано им, непостижимо нашему ему, пришел, чтобы теперь отдать свою жизнь за это греховное человечество. Мы не сможем, братья и сестры, познать эту любовь. Мы будем познавать эту любовь в вечности, любовь Сына Божия, любовь Отца Небесного. Будем познавать в вечности, мы будем восторгаться. Эта неописуемая любовь Бога для нас, грешных любовь. И, говорится в Ефесянам, 3 главе, 18 стих, «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли пастись со всеми святыми, что широта, долгота и глубина, и высота». Смотрите, и уразуметь превосходящее уразумение любовь Христовую. Это сокрыто от нас. Мы не сможем познать это полностью. Мы познаем это в вечности. Как Бог возлюбил нас грешных любовь, возлюбил любовью Своей, что отдал Сына Своего. И мы познали эту любовь. Как важно познать Его. Иоанн пишет, 1 Иоанна 4, 16, «Которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Он в Нем». Как это приятно! Любить Бога, братья и сестры, познавать Его, быть благодарными Его. Как важно познать и принять эту любовь. Многие люди, знаете, они преклонились пред Богом, как один зек говорит, «Я ни пред кем не преклонял свои колени», когда он услышал о любви Божией, о Иисусе Христе, говорит, «А пред Ним я преклонил свои колени, преклоню то, что сделал Бог». Часто христиане не ценят это, не благодарят, как важно, как важно быть благодарными детьми, что совершил для нас Господь Иисус. Однажды один брат ехал на машине, его останавливает полицейский, говорит, «Вроде я не нарушил никакое правило дорожного движения», но он, когда остановил, говорит, «Вы верующий?» «Да, говорит, «Я верующий. Не могли бы вы, говорит, помочь мне?» Говорит, «Произошла вот авария, погиб водитель, с ним была жена и маленький сынишка, и, говорит, она, говорит, вот уже два часа сидит у тела своего мужа, и она как остолбенела, и, говорит, «Нельзя, она не слышит, не обращает ни на что внимание, не дает, как застыло, говорит, не знаем, что делать, два часа, помогите, если можете». И вот брат верующий подошел и говорит, «Знаете, женщина, я могу вас понять, я тоже когда-то потерял своего сына». И начал рассказывать, говорит, «Но это не произвело никакого внимания». И он что-то еще говорил, и потом, помолившись, Господь ему дал мысль, он говорит, «Знаете, женщина, что вас кто может понять? Это, говорит, Бог, который испытал потерю, то, что вы потеряли. Его сына постигла мученическая смерть от грешников. Он был умерщвлен на Голгофе за грехи святой. Бог отдал его для нашего спасения». И она разрыдалась, говорит, «Это правда?» Говорит, «Да, это, говорит, правда». Вдруг пробуждает вот эта история о любви Отца Небесного, который послал в мир своего сына. Она пробудила, она заставила женщину плакать, она стала вновь живою. И когда она плакала, он уже собрался уходить, она говорит, «Подождите, пожалуйста, придите ко мне, расскажите еще о любви Бога». Знаете, слава Богу, что вот эта история, тысячелетия прошли, она касается наших сердец. Любовь Божия, любовь сына его, который отдал свою жизнь добровольно по сегодняшний день, трогает наши сердца. Я бы хотел, чтобы эта чудная история, она продолжала давать жизнь нам, братья и сестры. И поэтому вот этот стих, 1 Иоанна 4 глава, 19 стих, «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». И как замечательно, что Божия любовь неизменно она подтверждает, она поддерживает, когда земная любовь перестает быть твердой основой, она так надежна, что Христос приглашает нас прибыть в этой любви, то есть поселиться и жить в его любви, братья и сестры. В Божьих объятиях мы можем ничего не опасаться, потому что ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Римлянам 8 глава, 38 стих. Однако, доверившись Ему, мы получаем заверение, что Божия любовь пребывает с нами вовеки, она будет с нами, она будет сопровождать нас при нашей кончине, она будет нас принимать в небесных обителях. Там мы узнаем эту до конца Божию любовь. Может быть, сегодня в нашем собрании никогда человек не ощущал эту любовь, не принимал эту любовь. Знаете, что Бог доказал вам свою любовь тем, что Христос умер, когда мы были еще грешниками. Он уже умер. Он сделал для вас все. И от вас только требуется, чтобы вы могли даром принять эту любовь. Примите Его. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok